Добрый вечер, уважаемые подписчики. Сегодня я сделаю обзор по очень интересной программе под названием ShipChat. В программе чата для стримов на канале YouTube, Twitch и так далее. Итак, рассмотрим. Во-первых, она находится на официальном сайте. Её скачать можно на сайте ship.chat аккаунт. Здесь же есть также, чтобы начать ей пользоваться, нужно завести свой личный кабинет. То есть, приходите на личный кабинет, заводите данные, там указываете почту, ящик и свой никнейм придумаете. Потом вам выдается ID этого профиля. И когда вы скачаете программу, нажав скачать кнопку клиент, shipChat, после того как вы её установите, она у вас появится вот здесь в трее. Вот такой значок в виде барашка. Когда вы щелкните по ней правой кнопкой мыши, там откроется меню, который состоит из следующих пунктов. Первое, это открыть shipChat, настройки вашего учёной запись, которую вы зарегистрировали на сайте. Также есть режим игровой режим, который переводит чат на экране в игровой режим так, чтобы было его видно во время трансляции не только вам, но и, не только игрокам, но и вам. Также есть подключение, которое можно сделать повторное переподключение или отключиться из этой программы. Также есть функция удалить сообщение. Также есть ещё дополнительная вкладка, в которой содержит тихий режим включение команд, заметки, голосование и розыгрыш. Ну, это дополнительные пункты премиум для использования, ну, всяких возможностей. Заметки составляют в чате, голосовые сообщения оставляют какие-нибудь, допустим. А также есть тестирование. Тестирование пункт предназначен для того, чтобы во время работы чата проверить, как он будет выводить сообщение на экран. В разделе тестирование есть два пункта. Это новое сообщение и сообщение с картинкой. Допустим, что мы нажмем, да? И она туда выйдет сообщение. Вот, видите, я нажал. У меня же классик. Левый классик. Жмешь когда на них? Пускай какая-то торкушка со мной шепчат. Да, теперь дальше посмотрите что там. Также есть премиум, в котором есть, если копишь программу за дополнительные деньги, ты откроешь дополнительную функцию, как задать вопрос. Также есть подпункция общества, в который включат следующие пункты. Официальный сайт, группа ВКонтакте, форум и Дискорд. То есть, поддержка этой программы разработчиками Дискорде на собственном форуме, в группе ВКонтакте и так далее. Также есть пункт помощь, который содержит раздел справка, сообщить об ошибке, проверить обновление, допустим, вот так нажать. Ведь вы используете последнюю версию. Так, потом есть еще в этом же пункте о программе. Там указывается текучая версия программы. Кто я разработал, как конкретно авторы, вы используете шепчат фри. То есть, я пользуюсь бесплатной версией. Версия в данный момент последняя 0.9.5. Ждется автор разработки, ее Валерия Астафьев какой-то. Так, ладно, все. У него тут же он предлагает свой почтовый ящик, типа, если с ним хотите связаться. Так, ну давайте тебя рассмотрим саму программу в настройках внутри. Заходим в пункт настройки. Вот. Тут тоже есть пункты определенные слева. И под меню справа. Первый пункт это настройки общие. Тут же сверху есть еще кнопочка, кстати, поддержать разработку, там, чтобы перекинуть им деньги на какой-нибудь счет. Пункт общий содержит три пункта. Под пункта общие, язык и уведомления. В общем, в общих настройках рассказаны... Сделаны кнопочки специальные для загружать историю сообщения. Кнопочка отключить вывод картинок в чат. Также кнопочки есть разрешить анимированный джиф изображения в чате. Префект книг с названием канала. Сохранять размеры головного окна. Сквозные клики через окно чата. Отключить цветные имена у никнеймов. Сохранять позицию окна. То есть, когда нужно зафиксировать окно в одном положении, чтобы оно не двигалось во время трансляции. Также здесь режим сохранять режим окна чата. Также есть фунт еще отключить предпросмотр ссылок. А также еще в функции есть отключить звук оповещения о новом сообщении. То есть, когда вы, допустим, кто-то вам прислал сообщение в чате, у вас будет не только сообщение выходить, но еще сигнал такой бибик. Также есть еще пункт принудительно задавать положение поверх всех окон, если не включены настройки в нижнем вида окна. То есть, это поверх всех окон. Если, допустим, у вас браузера я включу, то она вот туда зафиксируется и всегда будет вверху. Даже если браузера я щелкнула, он все равно должен подниматься вверху, но она что-то не срабатывает. Так, также в настройках еще есть функция язык. То есть, это выбор языка программы, на каком она будет отображаться. Есть два языка, английский и русский на данный момент. Также есть пункт еще уведомления, который включает тоже все три подпункта. Это отключить информативные сообщения в чате. Отключить звук оповещения о новом уведомлении. Отключить нативные уведомления. Также есть еще подфункция такая задержка перед закрытием нативных уведомлений в Windows 10 только поддерживается. То есть, задержка сообщений, когда они не закрываются через сколько миллисекунд. Следующий подпункт, это основной пункт, то есть даже, альтерация сообщения, которая включает функцию такую подпункт отключить антифлот и функцию блокировать все сообщения, кроме без белого списка. Белый список будет отображен в следующем подпункте. Белый список, вот здесь. Здесь вы добавляете конкретные логи канала, никнейм. Кого можно добавить сюда, чтобы можно было их не фильтровать. То есть, белый список, это который разрешающий список. Также есть игнор-лист. Может сюда добавлять, а кто вы хотите заигнорировать тот же канал, или человека конкретно, с ютуба, с стима, любого, короче. Так же есть следующий пункт, вывод на стрим. Здесь есть функция подпункт виджеты, то есть, отключить показ IP адресов в статусе, перезагружать виджет при разрывах соединения, а также пункт лонг-поулинг, по умчанию в веб-сокет. Так, виджет игрового режима, это который, короче виджет, который можно встроить либо в WBS-студию, либо куда-либо в другую похожую программу. Вот есть конкретная ссылка для конкретного вашего профиля. Также есть отключить шапку в виджете, то есть, можно убрать заголовки. Основной режим есть. И, допустим, основной режим на светлый. А есть игровой еще режим. Вот такой режим можно вводить в чат. Так, также есть еще тема оформления основного режима светлая, темная и модерн. Подписки и уведомления, это доступно только для премиума учетной записи. Так, потом у меня подписки и уведомления просто для твича. Это уведомлять, если кто зашел и вышел с чата. Также для сервиса Goodgame, тот самый уведомлять, если кто-то зашел и вышел с чата, а также уведомлять о новых подписчиках. Следующий пункт в меню, это самое главное, это подключение. Здесь вы подключаете конкретный канал, на котором вы хотите, чтобы выводился ваше сообщение. С какого канала даже выводились ваши сообщения. Для этого нужно завести свою страничку, ну, страничку на ютубе, допустим. Сюда в настройках прописать его адрес и ключ его. Можно также еще один канал сюда добавить, сколько угодно, в принципе. Также можно создать специальный HTP сервер. Вот, нажмите галочку «Включить». Это удобно, когда, допустим, если хотите, задайте отдельный HTP сервер для того же WBS студии. И строите этот плагин в нее. Также здесь будет показан ваш айпишник и так далее. Придуманные этой программы. Можно перезапускать его, проверить доступность. Так, реже, можно придумать еще и есть еще функция прокси под пункт. Который делает, ну, спир прокси, специальный скрытый сервер сделает, там может тоже свои настройки сделать без прокси, автоматически подбирать подходящий прокси сервер, использовать тор, ручную настройку сервиса прокси и так далее. Следующий пункт в меню – это внешний вид. Здесь настраиваются все внешние виды от самого этого чата. То есть окошек, сообщения и так далее, ши, шапки с окна. Также здесь можно создать поверх всех окон, отключить взаимодействие окна с мышью, показать статистику, отключить шапку. Также можно указать максимальное количество сообщений в стеке, то есть подряд сколько можно. Автоскрытие сообщений по таймеру можно установить. Также можно вставлять последние сообщения, максимальное количество строк сообщений можно также указать, допустим. И можно поменять цвет фона. Потом нажать кнопочку применить и сделать окей. Также еще можно изменить внешний вид основного окна. Это был предыдущий режим, это в игровом режиме было, а теперь основного окна не в игровом режиме. Также пункт поверх всех окон, компактный режим. отключать замедиться окна с мышью брать подложку по текстам сообщений также тут есть не внимательным один пункт внимание для от семейства windows необходимо включать аэроглаз чтобы регулировать уровень прозрачный понятно а есть выделение сообщений определенных которые выделялись у вас в чате потом следующий интересный пункт идет это развлекательные функции то есть вы здесь можете задать какие-то функции развлекательно допустим выполнять несколько команд в одном сообщении вот можно здесь знать языки от мэр можно создать специальные строки титул и класс короче команды можно придумать более подробную документацию по этим команда можно найти вот на ссылках это pps авто скрипт . ком цен . допустим также есть подпункт в этом же голосование то есть можно создать какое-то определенное голосование по какой-то теме там хотите создать такую-то игру или так далее то есть общий есть пункт это отключить это переголосование или создать заголовок для нее добавить команды также тогда же а также можно указать на каких как конкретно канал это выложить на goodgame кибергейм с к 2 tv фун стрим . тв и либо на twitch потом применить и опять же кей также есть еще здесь по пункту розыгрыш тоже можно придумать название розыгрыша и на какой канал хотите его выложить также есть еще самые интересные функции это экспериментальной возможности программы а данном случае очень важная функция как голосовой чат 8 ну вы меня на стриме на река слышали тетеньку такую как оксана которая все время называем вот она вот есть одна из из многих которые здесь есть доступны допустим есть такие голоса то есть эти голоса называется тс движки или голос я использую данный момент самый интересный меня оксана есть также сила яркан захар ермилов левита но половина из них практически на данный момент либо работать либо не работает есть также премиумные голоса но не доступны только с подпиской в основном даже и русские английские германские вот они эти воли татьяна они недоступны для тех кто использует бесплатную версию методом перебора выбирать какую вам надо и такую ставите на свою звучку во время стрима здесь можно подрегулировать уровень громкости той оксаны допустим 90 или 100 поставить допустим вот у меня на стриме стоит 90 также можно просто читать сообщение от пользователей можно читать информационные сообщения также уведомления также можно добавить сюда белый список пользователей которым разрешено читать сообщение и кому запрещено также здесь можно есть еще подпункт в этой экспериментальной возможности как производительность она включает отключает игровой режим или включает аппарат на ускорение отключить игровой режим предназначены для повышения производительности но отключает возможность переключиться в игровой режим при этом весь игровой режим останется доступной включите аппарат на ускорение она использует для некоторых случаев позволяет устранить дефекты при отрессовке окон программы и повысить производительность также внимание для применения настроек необходимо перезагрузить по ним программу понятно и последний под пункт в этом экспериментальных возможностях это по пункт разное он содержит такую функцию как чтобы скрыть или показать панель задачи использовать сочетание клавиш kontrol альпы в принципе я в данном момента вам все рассказал каждый раз когда выйти пункты по выбираете или изменяете надо обязательно каждый раз нажать кнопочку применить и окей либо если вы не хотите применять нажмите кнопочку отмена так допустим нажали и все если вы все правильно сделали подключили учетную запись правильно завели на канале на сайте на этом и подцепили к свой канал допустим youtube в настройках у вас он будет работать и правда недавно была тут прикол того что целую неделю не были проблемы с отображением сообщений с ютуба через чат ну там они вышла новая версия 095 в этой версии справились пока на данный момент глюков нету насколько правда это будет не знаю так что спасибо за внимание кто слушал меня пока